Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Красткейк и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, какие тестнеты не надо делать. У всех у нас ограниченное время, у всех у нас есть личная жизнь, возможно основная какая-то работа есть. И сейчас постоянно мы читаем о том, что все вот этот тестнет надо, этот тестнет, здесь нужно сменить NFT, здесь нужно пройти активность. И ты просто в этом растворяешься, у тебя не хватает времени ни на что другое, тайм-менеджмент весь летит в пропасть и ты просто даже не знаешь уже за что хвататься, за что браться в первую очередь. И здесь я хотел бы поделиться своим опытом, как я для себя в общем-то отбираю те проекты, которые стоит делать, где стоит какую-то активность проявлять, а какие проекты можно просто скипнуть и пройти дальше. В первую очередь, самое главное, это нужно сделать основные тестнеты, которые сейчас на самом хайпе, у которых в действительности много денег, которые с большей степенью вероятности раздадут какие-то награды за свои действия, действия внутри этих блокчейнов, этих протоколов и так далее. Давайте посмотрим, что у нас есть из основных сейчас протоколов, которые претендуют на награду. Итак, самое первое, самый интересный тестнет, который сейчас на самом деле можно делать и который все пропускают, это у нас MetaMask. Это самый распространенный кошелек, самый в общем-то используемый протокол из всех протоколов в крипте и у него нет своего токена. Я более чем уверен, что рано или поздно этот токен у них будет, а в связи с регуляцией делать токен сейлы, это как бы так себе идея, поэтому какой-то аэродроп должен быть обязательно. Для получения аэродропа в MetaMask нужно делать свапы внутри этого портфолио MetaMask и бриджи. Они стоят в действительности достаточно дорого, поэтому делайте аккуратно, смотрите за газом, смотрите за комиссиями, но я бы посоветовал их делать, лично я сам делаю. Также у них есть, у этой компании, да, Consensus, которая сделала MetaMask, у них есть и свой блокчейн, это Base, в котором, соответственно, можно тоже активничать, сейчас набирать какие-то баллы и бонусы. Обязательно, конечно, подписывайтесь в Discord, следите за новостями. Я не буду сейчас детально останавливаться на разборе ни одной этой активности, потому что это целый отдельный ролик должно занимать. Я просто вот перечисляю, что сейчас самое основное, что нужно делать обязательно. В первую очередь, если вы не сделали это, не трогайте пока другие тестнеты, не трогайте другие активности, если вы не сделали основное. На третьем месте у нас Layer Zero, точно такой же, да, протокол, который у нас на хайпе, у которого много денег и так далее. Это у нас Zekasync, с своей частью, которая Zekasync Era и Zekasync Lite, да, сейчас больше на хайпе Zekasync Era. Тоже обязательно следите, делайте. Также идет StarkNet, Polygon ZK EVM, точно так же, потому что это уже работающий блокчейн, да, Polygon, они делают свой ZK. И, ну, логично предположить, что у них будут какие-то награды. Также для себя я отметил блокчейн Scroll, у него тоже достаточно большие инвестиции, большой хайп вокруг него. И из последнего это Arbitrum Nova. Arbitrum уже доказал, что у нас дает достаточно хорошие airdropы, и они сказали, что Arbitrum Nova и Arbitrum это совершенно разные блокчейны. И, соответственно, у него должен быть свой токен, свой airdrop. Я более чем в этом уверен. Как же отбирать те протоколы, которые стоит делать и какие не стоит делать? В принципе, я пользуюсь тремя основными сервисами. Это CrouchBase, вот я его открыл. Соответственно, здесь я сейчас покажу на примере того же скролла, да, как делать. Вот я вбил уже, сейчас заново вобью, а чтобы показать вам одну очень важную вещь, вот если вы вбиваете scroll, он вам выдает этих скроллов, ну, достаточно много. И не все это компании вообще связаны, кстати, с криптой, потому что он отслеживает достаточно много метрик и всего остального. Поэтому, пожалуйста, открывайте, следите, смотрите, вот он, наш скролл, да, который нас интересует. Мы открываем его, и вот мы видим, что у него 80 миллионов инвестиций. Я специально вот здесь разлогинился, чтобы не показывать там какие-то более сложные функции, которые есть. Это абсолютно вот бесплатный сервис, и по нему мы видим, что 80 миллионов, да, у него есть инвестиции. То есть, ну, серьезный достаточно по меркам нынешней бычки проект. Также мы видим, что он создан был у нас в 21 году, то есть ему уже скоро будет 2 года, что для крипты тоже достаточно много. Второй сервис, это у нас Крипторанк. Здесь еще больше и интереснее, кстати, информация. Вот, опять же, открываем скролл, вот он написан, 80 миллионов оценка. Ну, оценка это, конечно, все очень такое наглас, скажем так, потому что непонятно, как все это оценивать. Здесь мы видим, кстати, ссылочки на все соцсети, какие у него тут есть. Опять же, подписывайтесь на Дискорд, на Твиттер, потому что, как мы знаем, хоть Суи нас всех и немножечко расстроил, но он показал, что схема выдачи каких-то аллокаций или аэрдропов через подпись в Дискорд, она, в общем-то, ну, рабочая. Они именно так отсеяли тех, кому они дадут, кому они не дадут свою аллокацию. Здесь также можно посмотреть, какие фонды проинвестировали. Вот, допустим, скролл, да, там, секвойя капитал. Это уже, ну, показатель того, что здесь все нормально с инвестициями, с командой, потому что, ну, секвойя капитал или поличейн капитал тот же, они бы не стали инвестировать в какой-то блокчейн, который никому не интересен. И последнее, что я использую, это у нас Твиттер Скорр, тоже очень интересная штука. Он оценивает то, какое вообще комьюнити вокруг того или иного проекта существует. Допустим, на примере того же скролла, раз мы уже пошли по нему, то есть вот мы можем зайти сейчас обратно на CryptoRank, здесь перейти по ссылочке на Твиттер этого проекта. Так, вот у нас открылся этот Твиттер, копируем адрес Твиттера и вставляем в Твиттер Скорр вот сюда. И проверяем, что он нам показывает. Да, скролл, скролл, все. Ага, вот, видите, у него Твиттер Скорр 211. Это достаточно много. В принципе, все, что выше 100, это уже очень хороший проект. Здесь 211. Поэтому обязательно проверяйте Твиттер Скорр, чтобы он был на нормальном уровне. Здесь оценивается не только, когда был зарегистрирован Твиттер этого проекта, не только сколько там людей, потому что вы сами знаете, там ботов в этом Твиттере немедленное количество и нагнать показания можно, ну, очень-очень легко. Здесь еще оценивается и то, кто на него подписан. Допустим, если на него подписаны какие-то значимые люди в крипте, какие-то владельцы криптофондов, там, или управляющие биржами, или еще кто-то, то Твиттер Скорр повышается. Если там просто боты нагнаны в этот Твиттер, то ничего, ну, никакой Твиттер Скорр не будет от этого повышаться. Достаточно такой серьезный, интересный сервис, который можно использовать. Итак, я вам показал основные тестнеты, которые сейчас стоит делать, показал сервисы, которыми обязательно нужно пользоваться, прежде чем начать делать там активности, чтобы не тратить свое время, потому что время – это самый ценный ресурс в нашей жизни. А также я хотел бы еще рассказать вам свои основные правила, как я отбираю проекты, куда можно инвестировать, а куда нельзя. И самое первое, ни в коем случае не надо делать активности в различных сетях, в различных протоколах, если там нет инвестиций. Новостью где-то там на Reddit о том, что туда проинвестировали 40, 50, 100, 200 миллионов долларов – это не инвестиции. Проверяйте на CryptoRank, на Crunchbase, там это более-менее хотя бы чем-то подтверждено, потому что все остальное, любую статью можно написать за 5 минут и сказать, что у нас теперь есть инвестиции. Второе – низкий Twitter-скор. Если даже есть вроде как инвестиции, опять же, подтвержденность этих инвестиций, она нигде там юридически не прописана, то есть мы просто видим то, что она есть. Но при этом Twitter-скора нет, то есть никто на них не подписан, никому не нужны из важных, интересных людей в крипте, из управляющих бирж, управляющих фондами и так далее, и так далее, важных инфлюенсеров, то значит это очередная просто история, которой просто нет денег, нет интереса ни у кого, и не будет там никакого аэрдропа. А также важно отметить, очень часто мы видим на Galaxy всякие ОАД вот эти вот, которые там свапни что-нибудь, обменяй, перенеси, лайкни, получишь ОАД. Не знаю, на моей памяти, вот честно, ни разу еще не было такого, чтобы за эти ОАДы давали какой-то аэрдроп. За активность сети, да, за бриджи, да, но за сам факт ОАД никогда, ни разу не слышал об этом. Возможно, в будущем что-то такое произойдет, но пока такого не было. Точно то же самое с сервисом Zilli, да, который Клю3 бывший. Ни разу еще ничего за него серьезного не давали. Какие-то копейки могут насыпать, ты будешь сидеть целый день, вот проходить эти тестнеты, поэтому Клю3 или Zilli, как он сейчас называется, тратит свое время, там, бесконечно что-то лайкать, ретвитить и так далее. Но по факту за эти очки, ну, насыпали только реально очень-очень маленькие суммы. Не было еще никакого серьезного дропа. Поэтому за саму вот эту активность, которую вас призывают делать для ОАД или Zilli, они, конечно, могут потом дать дроп, то есть они вас как бы натолкнут на правильную активность, но за сами поинты ничего не давали серьезного, ни разу на моей памяти. Также очень важно, следите за газом. Очень часто даже в тестовых сетях, вот, допустим, как за Косынг Эра недавно, да, она как бы вроде в альфа-тестировании, но там уже реальные токены, реальные деньги, и газ, бывает, достигал там и 5-6 долларов за транзакцию, а если вам нужно провести там 2-3 транзакции, допустим, там что-то положить в залог, что-то взять и потом, допустим, куда-то перечислить, это уже 3-4 транзакции, все, вы за буквально 10 минут теряете 15-20 долларов, которые не факт, что вам вернутся. Самые низкие транзакции это у нас утро воскресенья и утро субботы. Ну, утро воскресенья вообще идеально, утро субботы побольше цена, но тем не менее. Поэтому следите за ценой транзакции, не сделайте так, чтобы у вас банк просто сгорел на комиссиях, потому что вы просто бежите, пытаетесь специально что-то успеть быстрее всех остальных, вот сейчас-сейчас нужно делать, а потом уже этого не будет, ничего страшного. Я, допустим, вообще активности в разных сетях делаю там не чаще одного-двух раз в месяц. Ну, найдите возможность там один или два раза в месяц дождаться хорошего газа и сделать это по нормальной цене. Также не пытайтесь найти вот самым первым какой-то там новый блокчейн, новый протокол, что вы там будете теперь первым пользователем и у вас будет самая идеальная там ситуация, вам дадут больше всего аэродропа. Если никто его не делает и никаких там подписчиков нет, никакой активности нет, скорее всего он просто никому не нужен. Это все-таки очень такие венчурные компании, которые в 98% случаев не доживают до своего выхода в основную сеть, поэтому искать вот это вот, находить их, пытаться быть первыми в каких-то протоколах вообще не имеет никакого смысла, скорее всего вы просто проделаете лишнюю работу, вы потратите кучу времени, а никакого аэродропа там не будет. И вот такой вот лайфхак, да, интересный, очень важный, который ты когда делаешь постоянно тест-нет, ты делаешь, 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 у тебя уже замыливается глаз и ты не понимаешь, что происходит, думайте о том, что если это layer-1 решение, да, то есть какой-то независимый блокчейн, который самодостаточный сам по себе, то когда он выйдет в майонет, у него должен быть токен. Соответственно, они будут давать награды за тест-нет именно в тестовой сети, за тестовые токены, за тестовые обмены и так далее, там за дискорды, еще вот за какие-то такие активности. И они уже будут выходить в майонет, ну как вот вышел оптос, да, выходит в майонет, у него уже токен, все, и там выдали за NFT-шку, да, допустим. Суи вот пытался там раздать аллокацию за дискорд, да, кто там был подписан. Но если это у вас layer-2 решение или это DeFi протокол какой-то, то они будут давать всякие аэродропы только тогда, когда они нагонят уже огромное количество ТВЛ, когда у них уже будет очень много транзакций, когда будет много рабочих продуктов. Ну тот же Arbitrum, да, как мы все видели. Они проработали несколько лет в основной сети, там прогнали кучу транзакций, поэтому не бойтесь не успеть, не бойтесь там, что вот он все, он уже вышел в майонет, надо срочно, они сейчас раздадут токен. Да ничего подобного. Они выйдут в майонет и еще потом будут год или два ждать хорошего рынка, чтобы раздать аэродроп. Поэтому там за тестнет в сети layer-2, допустим, или в коем-то DeFi протоколе, за тестовые токены вам, скорее всего, тоже ничего не дадут. И будьте обязательно внимательны с DeFi протоколами. DeFi протоколы это вообще очень интересная часть, да, когда они тоже иногда раздают большие там аэродропы, но они все эти аэродропы раздают уже точно так же за реальную активность, с реальными токенами, за реальные деньги, и причем достаточно за большие, потому что они заинтересованы в том, чтобы туда приходила ликвидность. Не за то, что вы там какие-то 2-3 раза свапните какие-нибудь тестовые токены, или даже настоящие, это им неинтересно. Им нужна ликвидность. И вот для представителей полов ликвидности, причем за достаточно большие суммы там дают хороший, конечно, аэродроп. Но готовы ли вы в действительности вложить серьезную сумму денег, чтобы потом получить аэродроп? Если готовы, если вы что-то, конечно, знаете о проекте, чего не знает никто, и вот у вас есть какой-то инсайт, да, конечно, надо делать. Но если вы такого ничего не знаете, не надо искать что-то раннее, пытаться за тестовые токены что-то получить, за тестовые токены, за тестовые сети, за всякие какие-то необычные активности, можно получить только в Layer 1 решениях. Во всех остальных нужно свои настоящие деньги в действительности туда заносить и с ними работать. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Если оно понравилось вам, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а я продолжу делать новые видео.